Всем привет. Меня зовут Александр Пащенко, со мной Дима Константинов, который в очередной раз расскажет вам про Кассандру. У Димы уже целый цикл докладов про нее, и, я думаю, был челлендж, как рассказать новый доклад, не ссылаясь на предыдущий, потому что мы не заставляем вас смотреть предыдущие, но настоятельно рекомендуем, потому что они очень интересные и познавательные. Но при этом ей не хотелось повторять информацию, и у Димы, кажется, это получилось. Этот доклад про память в Кассандре и что интересует людей-то, это вот они запускают Кассандру в контейнере, сколько им дать контейнеру памяти? Вот мы услышим ответ на этот вопрос или нет? В ответ, конечно же, нет, потому что, к сожалению, IT это такая область, это не как выпечка пирогов по рецепту, у всех очень разные духовки, очень разная мука, поэтому невозможно дать какого-то универсального рецепта, но можно рассказать людям, на что память потребляется, чтобы они могли свой осознанный выбор сделать. Другими словами удочка вам будет дана, но готовой рыбы не ждите. Ну, тогда я предлагаю переходить к докладу, чтобы люди разобрались в итоге, сколько же памяти потребляет Кассандра. Окей, поехали. Так, всем привет, еще раз, меня зовут Дима Константинов, я Java-разработчик, люблю копаться в различных опенсорских технологиях, Kafka, Cassandra, Zookeeper. С Apache Cassandra я уже работаю около 7 лет, и в целом мне интересны любые системы, где есть распределенность, отказоустойчивость и производительность. И если мы работаем, разрабатываем или деплоим любое Java-приложение, то мы балансируем между двумя проблемами. Либо мы даем памяти нашему приложению слишком мало, и у нас случается какого-нибудь типа out-of-memory, либо мы даем памяти слишком много, приложение раздувается, и приходит злой Linux с LAM Killer, убивает ваше приложение, потому что он съел слишком много памяти. И нам надо найти путь между двумя этими проблемами посерединке. То есть мы хотим, с одной стороны, избежать out-of-memory, с другой стороны, чтобы нас LAM Killer не убил, и хотелось бы еще при этом, чтобы приложение работало быстро. А для этого нам придется все-таки понимать, куда мы память используем, и какие есть трейд-оффы, где мы можем зажать немножко памяти, но проиграть в чем-то другом или наоборот. Ну и, наконец, зная эти области, мы можем понимать, какие именно метрики мы можем мониторить для этих частей, и как мы можем крутить какие рычажки, чтобы эти эгерные памяти увеличивать и уменьшать. Ну и как бонус мы еще с вами посмотрим, какие трюки использовали Cassandra-заработчики в тех или иных местах при работе с памятью. Я буду опираться на следующее окружение в Сэндокладе, чтобы не повторяться дальше. Дальше свежая версия Cassandra стабильная, OpenGDK 11 версии, Hotspot. У меня будет 48 гигабайтов памяти, хип я буду ставить 8 или 16 гигабайтов, и 28 ядер у меня на машине. И начнем мы, конечно, с того, что у Cassandra это Java. И, к сожалению, до сих пор очень частое заблуждение у любого Java-разработчика, что память Java это хип и все. Мы поставим XMX по максимуму, возьмем 90% храма ему дадим и надеемся, что все будет работать. Не будет. Есть очень хороший доклад Андрея Пангина о том, какие области памяти есть в принципе в GVM. Я не буду его повторять. Посмотрите, пожалуйста, если вам это интересно. Очень рекомендую. Но давайте в применении Cassandra посмотрим, что нам выдать такая тула, как Native Memory Tracking внутри GVM. Для этого мы добавим соответствующий пожог в Cassandra опции, запустим какой-то базовый варкод, чтобы прогреть наш процесс, и после этого вызовем соответствующую команду, чтобы посмотреть разбиение нашей памяти. Если вы хотите более детально уметь разбираться с выводом вот этой команды, то рекомендую посмотреть по ссылкам. Там есть очень детальные разборы, что какие цифры там означают. Команда вам выполнит длинную простыню вот примерно такого вида. Давайте сведем ее в табличку. Получится примерно такая штука. Вы видите, что уже помимо хипа, даже здесь мы видим уже 19% сверху вам докинуло. В случае 16 гигабайтов чуть поменьше, но все равно верх это значительное. И есть загадочный пункт Asus, но мы его оставим на потом. Итак, мы добавляем к нашей общей табличке. Помимо хипа еще внутренней джевом структуры. И бежим дальше. Но взаимодействие с Кассандрой начинается с общения по сети. То есть мы общаемся с нашим приложением через сокеты. Сокет — это, наверное, какой-то Java объект в хипе. Он маленький. Наверное, это все, что нам нужно с точки зрения памяти. Можно сказать, практически бесплатно. Давайте попробуем запустить тест. Откроем большое количество соединений к Кассандре. Зашлем туда запросы потолще. И замедлим Кассандру, чтобы эти запросы обрабатывались подольше. И посмотрим вот таким способом, сколько памяти ушло на сокеты. И увидим, что полтора гигабайта легко можно занять сокетами. Это совсем не бесплатно. Более детально эту статистику можно посмотреть с помощью команды SS. И мы увидим, что здесь у нас есть 150 мегабайтов, занятых на самом деле ресивд-букером на уровне операционной системы для вашего открытого сокета. Эта команда показывает более детальное разбиение. Там есть разные области памяти. Вот по ссылке можно почитать и узнать, с чего они состоят. И мы можем эти области памяти ограничивать. Это настройки уровня операционной системы. Вы их можете увидеть на экране. Плюс посмотрите ссылки на эту тему. Там есть кое-что интересное. И на уровне Java мы тоже можем влиять на эти буфера. Либо через стандартный сокет API, либо через Net API. Либо в случае Кассандры есть еще ряд конфигурационных параметров. Но, к сожалению, не везде. Например, для клиентских соединений таких опций нет. Так что только уровнем операционной системы вы можете это контролировать. Мы говорим сейчас про размер отдельного буфера. Но у нас есть еще этот буфер в каждом коннекшенном слой. Так что нам нужно ограничивать общее количество соединений. Вы можете это сделать либо на уровне операционной системы, либо в Кассандре довольно давно уже есть функция ограничить количество соединений в целом и Pure IP. И вы можете это мониторить все через стандартные тулы GMX и через Notul. А также можете использовать появившуюся свежую опцию в Кассандре и виртуальные таблицы, где тоже можно увидеть детали по клиентам. И, например, Notul ClientStats выведет вам примерно такую табличку. Вы можете видеть, кто к вам подключился, с какими версиями драйвера и сколько запросов посылали через то или иное типо соединений. Удобная вещь. Добавляем сокеты. К сожалению, тут общих цифр не будет. Все очень зависит от того, сколько у вас коннекшенов открыто и какие вы настройки задали. Идем дальше. И окей, мы, возможно, ограничиваем количество сокетов, сколько буферей у нас, но вы можете попасть уже внутрь приложения, и дальше ваши запросы могут занять слишком много памяти и, в конце концов, приложение, в нашем случае Cassandra, упадет с out of memory. С базовой точки зрения мы можем ограничивать количество потоков, которые обрабатывают сетевые запросы, и размер буфера, который мы принимаем из сети. Такие настройки в Cassandra есть. Но, к сожалению, процессы в Cassandra сложны, задействовано много потоков, задача передается между ними, есть всякие внутренние очереди, плюс запросы разные по размеру. Этого явно достаточно. Что нам нужен? Нам нужен, конечно же, rate-лимитер. И rate-лимитер в Cassandra появился, еще в третьей версии, и он устроен следующим образом. У нас прилетает SQL-запрос, мы возьмем его размер с точки зрения получения по сети, потому что размер в памяти считать долго и сложно. И для начала проверим его на локальный лимит на уровне коннекшена. По умолчанию это один мегабайт. Если мы этот лимит выявили, если мы его не выявили, то будем обрабатывать все как нормальный, как обычно. А вот если мы его скушали, то мы переходим уже на лимиты уровня PureIP и глобальный лимит, который тоже задается через конфигурацию. И мы их кушаем одновременно. И если один из этих лимитов, если оба эти лимита не исчерпались, то снова мы обрабатываем запрос как нормально, а вот если какой-то из них исчерпался, то мы переходим в состояние перегрузки. И у нас два пути. Либо мы возвращаем ошибку клиенту. Извини, ты слишком много спамишь, давай-ка ты будешь помедленней. Либо мы можем просто перестать читать из TCP сокета, сработает TCP backpress, и клиентское приложение неявно замедлится. Эту логику вы можете конфигурировать через стандартный кассамбер-конфигурационный файл, создавать все вот эти различные лимиты, и вы можете мониторить с точки зрения того, что у вас в рам-тайме происходит, также через Gmex. И если вам интересна эта функциональность, можно посмотреть по ссылкам. Были проведены перф-тесты, результаты вы можете поглядеть там. Ну и по аналогичной логикой есть в кросс-серверном соединении. Можете не читать эти слайды, они скорее для информации. Там полностью аналогичная логика, когда у нас сервер кассамбер общается с другим сервером, когда реплицируют данные. Ну и как же без классического rate-лимитинга, то есть когда мы просто хотим ограничить количество запросов в секунду, которые мы максимально можем обрабатывать. В Кассандре такая опция появилась недавно, и соответствующие настройки вы видите на экране. Кроме этого, есть еще куча разных настроек, касающихся уже конкретных запросов. Мы хотим ограничить, сколько строк возвращается в результате, сколько сообщений в одном райт-запросе мы хотим положить. Все это можно тоже ограничивать. Название настроек на экране вы можете потом просмотреть более детально. И стоит отметить, что если вы пишете какое-то достаточно высоконагруженное приложение, то вам, наверное, стоит задумываться и добавить rate-лимитер, если у вас еще нет. Практически все приложения, которые я видел, рано или поздно добавляли его. Ну а мы идем дальше. Давайте еще немножко поговорим о сокетах с точки зрения потребления памяти, о сетевом слове. И возвращаемся мы к нашему загадочному пункту Asus. Что же это такое? Если мы посмотрим доклад Андрея, мы видим, что этот пункт соответствует локации памяти через unsafe allocate memory и, как частный случай, это direct-by-буфера. Давайте проанализируем более детально наш случай. Вот у нас есть уже статистика от native memory tracking. Мы еще можем посмотреть GMX-метрику, соответствующую direct-буферам, и можем снять heap-дамп и найти там все direct-by-буферы и посмотреть, зачем они. Первое число мы уже получили, второе число GMX-метрику мы можем получить, используя Java Swiss Knife, который очень удобно встроен уже в саму Кассандру. Видим, что здесь выплевывается такое-то число. И снимаем heap-дамп, смотрим его содержимое клипс-memory-анализером и видим там какое-то количество буферов и в сумме получаем третье число. Итак, у нас три числа, и все они разные. Так сколько же у нас в итоге потребляется памяти под direct-by-буфера? Давайте разбираться. Посмотрим heap-дамп и какие там объекты у нас живут. Первый объект на почти 150 мегабайт. Если мы расковыряем, то на самом деле его следы уходят в саму GVM. И это, если посмотреть исходный код, то окажется на самом деле memory-map-буфер для файла с метаданами о GVM-модулях. И это на самом деле не то, что нас интересует, потому что это не полностью память. Эта память не потребляется полностью, а подгружается он-демант, когда нам она нужна. То есть, скажем так, это не настоящая память, которая нам нужна. Но вот есть другая строчка, 16 мегабайт, и она повторяется 56 раз. Что это такое? Посмотрим снова heap-дамп и видим, что это какой-то загадочный пул-чанк внутри Netty. Что же это такое? На самом деле, зачем вообще Netty используют какие-то пулы для объектов? Нам говорят, пулы это вообще плохо, garbage collection у вас в Java, не делайте спулирование, будет хуже. К сожалению, проблема в том, что когда мы работаем с дарик-байт-буферами, это достаточно дорогая конструкция для выделения и сборки, и сборка мусора для нее весьма недетерминированна. У Андрея тоже есть немножко больше деталей на это. Поэтому в Netty, как логике, которая работает с сетью и активно использует дарик-байт-буферы, сделан был пул, и память в нем выделяется в C-мере напрямую, не используя дарик-байт-буфер пулы, поэтому G-MX-метрика нам говорила совершенно другое число. К сожалению, это число нельзя получить через G-MX, есть только Java API. Ну, если посмотреть хип-дам, то мы увидим, что у нас выделяется таких чанков по два на каждое ядро. У меня было 28 ядер, соответственно, мы и получили почти наши 900 мегабайт в этом АЗС. Если вы хотите более детально разобраться с тем, как работает Netty и как устроен вот этот пул, то вот есть три ссылочки, можете посмотреть более детально эту информацию. Добавляем наш NettyPool в общую табличку и бежим дальше. Следующая часть у нас координатор. И в координаторе у нас есть такая важная логика, как prepared statement. Мы не хотим каждый раз отправлять SQL-запрос в Кассандру, чтобы он там парсился, и для этого результат этого парсинга кэшировать. Это называется prepared statement. И в качестве ключа мы используем MD5-хэш от этого SQL-запроса. Почему MD5? К сожалению, так и сложилось, не лучший выбор, но обратная совместимость и все такое. И результаты мы храним в Kiped и используем такую библиотеку, как кофеин здесь. Почему кофеин? Ну, потому что разработчики Кассандра решили, зачем написать еще один свой кэш, когда есть такое уже стабильное решение, как отдельная библиотека. Она поддерживает тот тип и ВИК, который нам нужен на основе размера. В нем реализованы продвинутые алгоритмы кэширования. Она затюнена в плане производительности. И в целом, если вы хотите про нее узнать побольше, опять-таки, смотрите ссылку. Итак, у нас есть настройка, которая ограничивает размер этого кэша. По умолчанию 32 мегабайта и обычно этого хватает. И в среднем нормальные выражения занимают примерно 10-20 килобайт в разобранном виде в хипе. Этого вам хватит, чтобы хранить где-то полторы-три тысячи стейтментов. Если вы не пишете что-то извращенное, вам хватит. Но стоит мониторить все-таки вот этот пул, особенно стоит обратить внимание на метрику, касающуюся evicted, когда у вас в пул по какой-то причине не влезают запросы и начинают их выкидывать, потому что производительность у вас тогда начинает проседать. Ну и в целом вы можете посмотреть в системной таблице тексты запросов, которые были готовлены. И мы добавляем эту строчку в наш общий график. Это часть хипа, маленькая, но важная. И идем дальше, переходим к самой важной части Кассандры и самой прожорливой, это memtable. Итак, Кассандра реализует алгоритм хранения данных в сам дерево и для этого у нее начально мы пишем данные в такие структуры данных как memtable. Вот они пишутся, пишутся, и если мы их никак не будем ограничивать, то рано или поздно словим out of memory, поэтому как-то надо их ограничить. Для этого пойдем простым логичным алгоритмом, зададим общий порог сколько памяти мы под memtable можем выделять и будем отслеживать эту память. С одной стороны будем отслеживать ее для каждой конкретной таблицы, а с другой стороны сумму. И когда сумма пересекает порог, значит нам пора освобождать память и мы будем сбрасывать на диск memтаблицу, а какую логично самую большую. Давайте это рассмотрим на картинках. Вот у нас есть две memтаблицы, мы в них пишем-пишем, для того, чтобы отслеживать сколько памяти они потребляют, мы сделаем рядышком объект, который будет считать, сколько памяти мы выделили. И на верхнем уровне эти объекты будут коммуницировать с общим пулом, который будет отслеживать общее потребление суммарное по всем таблицам. И в определенный момент мы пересекаем порог, и наша таблица, которая была записана, начинает флажиться. При этом, пока она пишется на диск, мы продолжаем из нее читать, иначе как мы еще получим доступ к данным. И память продолжает быть занята, потому что у нас там лежат данные, которые мы записываем на диск. В конце концов, таблица записывается полностью, память мы можем освободить, а читать мы начинаем из SSTable файлика на диске. Итак, у нас получается такой жизненный цикл таблиц. У нас состояние может быть либо активное, когда мы делаем новые локации в ней, записываем эту таблицу и одновременно читаем, потом мы переходим в состояние, когда мы только из нее читаем, плюс сбрасываем данные на диск, и в конце концов мы освобождаем память и когда мы это делаем, мы уже не читаем, не пишем из нее. И, соответственно, возникают логичные настройки, вид, сколько памяти в целом выделять под таблицей и начиная с какого порога выполнять сбрасывание данных на диск. По поводу heap of heap мы поговорим чуть позже. По поводу порога. У нас может быть такая ситуация, что мы пишем в memtable, пишем-пишем, начинаем сбрасывать данные на диск и сбрасывание работает медленно. Диск у нас не успевает за процессом записи. И мы начинаем копить вот эти таблицы, которые нам надо сбросить на диск. Памяти потребляется все больше и больше и в какой-то момент мы скушаем всю память и мы должны заблокировать записи, иначе мы просто взорвемся и out of memory снова слоем. Такая ситуация может возникнуть у вас, особенно если вы попытаетесь вот этот лимит поставить в трешкоут в слишком большое значение и начать сбрасывать данные на диск слишком поздно. Так что Кассандра защищается в такой ситуации используя своеобразный бэкпрэш механизм и не ставьте пожалуйста вот этот mountable clean-up трешкоут слишком большое значение, вы можете словить тормоза при записи. И стоит мониторить соответствующие метрики, которые показывают сколько у вас таблицы ждут сброса на диск и время, которое вы потратили на блокировках при локации. В нормальном условии эта метрика должна всегда быть равна нулю. Ну и перейдем непосредственно теперь к вопросам того, как память авоцируется. Вот у нас есть два запроса, которые мы вставляем в Кассандру. Вопрос, а как это все вообще хранится в памяти у нас, сколько памяти для этого нужно и какого рода памяти. И чем более оптимально мы будем делать это хранение, тем больше данных мы можем запихать в эту таблицу, тем меньше она будет сбрасываться на диск, меньше будет компакшена и будет общее счастье. И логически мы можем эти данные представить в виде такой эротической структуры. У нас на верхнем уровне есть партишн, под нем лежат записи для каждого кластерин ключа и внизу находятся данные соответствующих колонок. И с точки зрения структур данных получается вот такая иерархия из трех мап. На верхнем уровне мы хотим что-то конкурен с возможностью итерации. На среднем уровне нам нужна сортированная мапа, чтобы искать по кластерин ключам, но внизу нам нужны колонки, чтобы к ним включать доступ. И самое сложное нам нужно еще сверху снашот изоляции иметь. Мы не хотим получить ситуацию, когда мы читаем данные с Кассандрой и нам показывают половину старых записей, половину новых, когда мы читаем изменения в какой-то партиции. И авторы Кассандры выбрали на текущий момент следующую структуру данных. На верхнем уровне у нас конкурен скип-лист, на среднем уровне у нас б-дерево. Интересный выбор, потому что обычно б-деревья ассоциируют с работой с диском, а здесь это именно структура полностью памяти. Почему? Потому что она сортированная, та реализация, которая есть в Кассандре, поддерживает копиан-райт и как раз позволяет сделать ту снапшот-изоляцию относительно дешево, и она относительно кэш-френдли. И для уровня с ячейками то же самое б-дерево, почему? А просто потому, что мне хотелось писать еще раз тот же похожий код и структуру данных просто переиспользовать. И в плане ключей, которые лежат в этих сущностях, которые лежат в этих коллекциях, у нас есть три типа ключей. У нас есть partition-ключ, где нам нужно какой-то кусочек данных хранить плюс токен. Дальше у нас есть clustering-ключ похожей структурой. И, наконец, самая интересная часть это ячейка, где у нас лежат данные. Тут нам, кроме самих данных, нужно еще хранить пачку мета-данных, типа, например, timestamp или time-to-leave, если у нас он проставлен. Есть еще загадочный параметр cellpath, что это такое. А чтобы понять, что это такое, надо обратить внимание, что Cassandra поддерживает композитные типы. Вы можете задать такую структуру, как пользователь, и в нем сделать мапу из адресов, и адрес это будет сложная структура, состоящая из нескольких полей. В данном случае мы использовали user-defined type address и коллекции типа set и map. И эти коллекции могут быть либо frozen, либо не frozen. Это означает, что если коллекция frozen, то вы ее можете перезаписать только целиком. Это такой блок структурированная, а если она не frozen, то вы можете модифицировать отдельные элементы коллекции или, соответственно, user-defined type. Так вот, cellpath это ID вот этого отдельного поля или элемента в не frozen коллекции. И каждый такой элемент нам приходится хранить как отдельную ячейку. Вот на экране пример, где у нас есть тип адрес, и мы видим, что когда мы его держим в мапе, то pub у него это комбинация из ключа мапы и соответствующего поля в user-defined type. Итак, у нас получилась вот такая структура, которая, как мы в памяти представляем наши записи. Но это все абстракции, давайте поговорим о том, сколько это все в байтах. Для этого будем разбирать в первую очередь ключи, потому что на все коллекции у нас просто не хватит времени. И для этого нам поможет такая тула, как java.object.wout. В библиотека написана Алексеем Шепелевым, по ссылкам вы можете прочитать более детально про нее. Давайте ее применим к нашим ключам. Вот возьмем partition ключ из 10 символов и распечатаем наш ключ как объект, и мы видим, что здесь уже 24 байта, а мы еще не всю структуру расковыряли. Уже больше, чем наш ключ, а если мы добавим все объекты, то получится такой граф объектов. То есть у нас есть ключ, внутри хранится байт-буфер, под ним еще массив, и там наконец наши данные. И получилось, что у нас 10 байтов вроде как данных, а в памяти это все в Java занимает 128 байтов. Неплохо так. Аналогичная практически история с кластеринг ключом, те же самые оверхеды, и почти те же самые оверхеды для уровня с ячейкой. Чуть меньше объектов, но суть примерно та же. сведемся в табличку, вот, видим, очень много. Может, как-то можно уменьшить. Первый логичный путь, давайте попробуем часть данных вытеснить в обхип, и для этого байт-буфер, который у нас был, заменим на дарик-байт-буфер. И у нас в итоге исчезнет вот этот массивчик и объектов станет поменьше. Правда, дарик-байт-буфер тяжелее, чем хип-буфер из-за того, что в нем есть дополнительные поля, но суммарно мы получаем выигрыш. Не очень большой, но приятный. Это на самом деле мы сейчас с вами обсудили, что такое mem-table- allocation-type настройка в Кассандре. Вот по умолчанию та структура данных, что я рассказал, это был хип-буфер, а вот то изменение, которое мы сделали, когда заменили буферы в хипе на дарик-байт-буферы, это то, что называется off-hip-буфер. Но можно попробовать пойти еще дальше и избавиться от самих байт-буферов как объектов. Давайте применим такую идею. Будем выделять память вообще полностью нативно, хранить указатель на нее в виде лонга и читать, писать память через unsafe, который мы не должны, конечно, использовать, но очень уж хочется, и кодировать данные в памяти напрямую. Например, возьмем нашу структуру cell и разложим ее вот в такой набор полей в нативной памяти. Получим в нашем случае с 10 симулами 31 байт в такой нативной структуре. Если мы все это сведем в табличку, аналогично сделав для partition и кластин ключей, то мы увидим, что прирост уже уго-го какой. Мы на три четверти в хипе сократили объем памяти и в целом общее потребление памяти в половину уменьшили. И это на самом деле третий режим работы с памятью в MinTable в Cassandra который называется OffHip Objects. И давайте подведем небольшой подыток. У нас получается вот есть настройки в Cassandra которые задают режим три варианта которых мы разобрали и есть две настройки которые задают количество памяти в хипе и в хипе. Как мы видим в зависимости от настроек с типом вы будете использовать либо хип либо OffHip и так далее. И можно попробовать пойти еще дальше. У нас все равно еще остались некоторые объекты в памяти. Что мы можем с ними сделать? А мы можем попробовать уменьшить их overhead. Вспомним что Java объекты к сожалению в плане памяти не бесплатные. У вас в начале есть заголовок который занимает в моей конфигурации 12 байтов. И есть такой замечательный проект Lilliput который к сожалению пока еще не готов но я надеюсь рано или поздно будем готов который уменьшает объем этого заголовка до 8 байтов а потенциально может быть и смогут они уменьшить это до 4 байтов. Более детально про этот проект вы можете посмотреть по ссылкам есть доклад от автора если хотите на русском есть доклад с осеннего Джокера. Ну а мы пока посмотрим что нам даст этот проект используя снова наш JavaObject Wild Tool который имеет дополнительные консольные команды позволяющие проанализировать наш хипдамп для этого заполним его данными и снимем с него заполним данные нашу кассандру и снимем с нее хипдамп и для начала посмотрим общие статистики увидим что вот у нас в хипдампе очень много ячеек соответствующих значениям чуть поменьше объектов соответствующих кластеринг ключам к кластеринг сущностям и внизу мы видим объекта который соответствует партишинам и посмотрим с помощью этой же тулы какой выигрыш мы получим используя проект Лилипут туланам выдаст такой длинный длинный отчет давайте его сведем в короткую табличку и увидим что будет три часа у нас когда мы сделали первый шаг в Лилипуте получили восьмибайтовые заголовки и четырехбайтовые заголовки если все-таки там будут и мы видим что на первом шаге выигрыш то очень небольшой получился всего шесть процентов мы сэкономили почему давайте присмотримся на Native Cell который наиболее часто объект нашим хиппи увидим что у него размер 24 байта теперь значит мы из него четыре байта сэкономили потому что мы перешли от 12 байтовых заголовков к 8 байтовым и получилось 20 байтов но Java объекты в JVM их размещают выровненными как минимум по 8 байтам таким образом 20 байтов мы не сможем положить нормально и нам все равно придется их выравнивать так же как объекты по 24 байта и выигрыш весь скушается и только выравнивание по и только уменьшение заголовков до 4 байтов нам даст сразу же большой выигрыш ну окей это мы все говорим про JVM пока еще когда еще там все это сделают может быть можно еще как-то избавиться от объектов давайте рассмотрим верхнюю часть у нас есть конкармский плист да мы здесь уменьшили количество объектов получили Native Decorated Cell Native Decorated Key как почти нативную структуру но у нас еще есть коллекция сверху которая куча объектов а давайте мы всю эту структуру загоним полностью в хип решили авторы кассандры и решили здесь использовать такую структуру как префикс на дерево или край когда вы делаете дерево в памяти и общий префикс вы выносите в родительскую ноду в вашем дереве и соответствующие ссылки дальше кодируете в виде массива где будут содержаться джав объекты получается структура которая полностью во вхипе за бесплатно вы получаете еще дедубликацию префиксов если у вас partition ключи начинаются одинаковые будет большой выигрыш это довольно сложно реализовать полностью конкарант поэтому там приходится делать логику с блокировками и шардами но в целом это возможно и мы можем заменить вот эту всю структуру сверху на off-hip префиксное дерево и это то что сделали в Cassandra версии 5 можно почитать дизайн и соответствующие статьи где есть бенчмарк результаты они весьма и весьма обещающие так что ждем очень Cassandra 5 которая пока еще не вышла там эта функциональность будет доступна итак окей мы тут обсудили отдельные куски всего этой конструкции а сколько сумме это все будет занимать поймите давайте сделаем такой тест засунем какое-то количество партиций с каким-то количеством кластью ключей в нашу таблицу и включим самый экономный режим off-hip projects и посмотрим разные случаи когда мы записываем одну колонку в ней 100 символов или эти 100 символов мы разобьем на 10 колонок по 10 символов либо запишем вообще примитивные какие-то типы либо воспользуемся user-defined типами в том или ином виде frozen не frozen что же у нас получится мы видим что существенно эффективнее записать одну строчку из 100 символов чем 10 строчек по 10 символов разница очень большая мы видим что пишем ли мы int или long разница с точки зрения общего потребления памяти не такая очень большая большую часть нас по-прежнему занимают overhead от все вот эти накладные расходы на структуры данных и наконец самое интересное и практичное мы можем видеть что если мы сделаем 10 колонок по отдельности или 10 полей мы засунем user-defined type замороженный то здесь мы можем выигрыш получить в два раза и отсюда идет практическая рекомендация что вы можете сделать прямо сейчас если у вас есть несколько колонок и они все меняются одновременно одним процессом то сгруппируйте их вместе положите в udt и сделайте его frozen ну и для интереса сравним это с представлением на диск и увидим что на диске все это сильно компактнее потому что там объектов нет все immutable и поддерживать соответствующую структуру не надо да еще и сжатие сверху добавлено так что еще есть куда стремиться и мы добавляем mtable в нашу общую таблицу и бежим дальше вроде бы бросили данные на диск там дальше работа с диском причем здесь память но памятью с диском мы хотим работать эффективно вот у нас есть пачка таблиц которые мы сбросили а дальше нас просят из них прочитать и что нам нужно читать все из них не хотелось бы что мы можем сделать мы здесь можем воспользоваться bloom фильтром это вероятностная структура данных которая вам скажет что точно в этой таблице ничего нет туда лезть не надо либо может быть что-то есть стоит пройти и проверить и кассандра выполняет это решение кладет в эту структуру партишн ключи bloom фильтр внутри себя представляет из себя такую структуру вы берете партишн ключ считаете от него хэш и результат хэша хэширование указывает вам на позицию в битовом массиве и вы туда когда вы пишете записываете единичку а когда читаете вы проверяете если там есть единичка то наверное да а если ноль то наверное нет чем-то похоже на хэш таблицу только с коллизиями а для того чтобы вероятность ошибки снизить мы сделаем несколько хэшей более детально вы эту структуру например по ссылке можете почитать откуда там какие вероятности растут и что интересно буквально свежий факт с полей в кассандр в кассандр была проблема паффоманс проблема очень касаемо называется type pollution если вы про нее не слышали обязательно посмотрите ссылку первую так вот ее недавно пофиксили и буквально вчера был мерш в GVM trunk и там тоже использовали bloom фильтры хотя и дисков там нет а bloom фильтры все равно пригодились возвращаясь к кассандре мы сбрасываем когда данные на диск мы создаем вот эти bloom фильтры на каждую табличку они не меняются потому что у нас данные не меняются мы их храним на диске мы подгружаем для быстрой работы в память и все эти битовые маски хранятся у нас в в хип памяти и размер при этом у нас зависит от того сколько у нас различных партичных ключей обратите внимание речь идет именно про партичных ключей а не про строчки и размер не зависит от того длинные у вас партичных ключи или нет потому что мы все равно считаем от них хэши но при этом размер зависит от того какую вероятность ошибки вы задали и эта ошибка вероятность ошибки задается у вас на таблицу и по умолчанию она разная в зависимости от того какую компакшн стратегию вы задаете для вашей таблицы и мониторить все вы можете это через стандартные механизмы table stats и gmx метрики и давайте посмотрим сколько это все в реальных размерах получается вот возьмем разное количество партичных ключей и увидим сколько нам нужно памяти для Blume фильтра с вероятностью ошибки 10% то есть например для одного миллиарда ключей нам нужно 500 мегабайтов памяти и если мы уменьшим ошибку в 10 раз то мы увидим что потребляемое количество памяти возрастет в два раза то есть тут такой трейд-офф весьма выгодный и вы можете это посчитать для ваших данных либо используя вот такой калькулятор на сайте либо просто взяв исходники кассандры посмотрев логику которая создает этот фильтр и подсунув туда нужные вам параметры в кусок кода который вычисляет размер массива памяти и мы добавляем нашим Blume фильтр в общую табличку и бежим дальше а дальше у нас есть данные на диске мы хотим получить к ним доступ то есть мы уже ограничили количество таблиц которые нам надо сканировать но вот здесь уже она одна что мы сделаем мы добавим индекс то есть рядышком будет файлик в котором будет для partition ключа лежать информация как найти эту запись в основном файлике с данными но проблема в том что этот файлик большой все равно полностью в память его загрузить мы не можем нам придется делать в нем бинарный поиск логарифт чтения с диска все равно много что мы можем сделать а давайте сделаем прореженный индекс возьмем каждую n-ную строчку из индекса положим ее в память в памяти будет данных поменьше туда влезем дальше в этой прореженном индексе мы сделаем бинарный поиск найдем в каком диапазоне ключей нам нужно делать поиск в индексе сбегаем на диск этот диапазон просканируем линейно найдем нужный нам ключ и наконец найдем партицию то есть мы перемещаемся из памяти на диск и тем самым у нас получается мы заменили поиск по индексу n доступов на 1 последовательное сканирование и так и вот этот индекс summary который у нас лежит в памяти мы снова храним его в хипе и сбрасываем на диск чтобы при стартапе восстанавливать и интересно особенно здесь Кассандра применяет некие динамические вристики если у нас памяти под эти индексы summary не хватает то она будет уменьшать увеличивать интервал индекса для холодных таблиц которых мы читаем редко и наоборот для таблиц которые у вас горячие будет частота сэмплирования индекса быть выше и общие настройки можно в Кассандре задать сколько памяти выделять и как часто вот этот индекс эти индексы перестраивать и на уровне таблицы вы можете задать для холодных и горячих таблиц с какой частотой сэмплировать данные из индексов память и как обычно все можно мониторить это все через notu и jrmax и мы добавляем index summary в нашу табличку и бежим дальше и у нас здесь еще такая структура как keycache вот мы только что обсудили доступ через индекс и по-прежнему один доступ на диск есть что нам нужно нам нужен какой-то короткий маршрут давайте сделаем здесь кэш мы будем сразу класть для наших горячих partition ключей информацию о том где в датафайлике эти данные искать этот кэш к сожалению мутабельный поэтому приходится его вхранить в хипе он периодически сбрасывается на диск чтобы при стартапе иметь прогретый кэш и снова кофин-библиотека используется тут настройки вы можете как обычно задать в красной конфигурации и метрики как обычно notu.info и jmx добавляем наш keycache теперь уже в хип идем дальше compression metadata вот у нас есть некие данные которые в не сжатом файлике были записаны с каким-то offset после этого мы файл когда писали мы разбивали на чанки и эти чанки сжали каждый чанк сжался по-разному вопрос а какой offset в итоге в сжатом файле это использовать чтобы получить доступ к нашим данным для этого нам придется сделать некую трансляцию вот у нас ридер читает данные попадают они в какой-то чанк и мы смотрим специальную таблицу compression info где будет сказано что этот чанк надо читать вот с таким-то offset и мы идем сжатые данные и читаем их вот с таким-то offset вот этот compression info нам нужно будет положить в память и снова мы его входим в архип он довольно компактный нам нужно просто массив оффсетов записать туда и его размер зависит от того с каким какого рода чанки вы выбрали для вашего алгоритма компрессии чем мельче чанки тем больше offset вам придется хранить и давайте посмотрим настройки получится что данные статистики вот если например у вас 1 терабайт данных то вам 64 мегабайта данных под 16 килобайт на чанк нужен если вы уменьшите чанк в 4 раза то количество памяти возрастет в 4 раза так что вам придется здесь заплатить тем что вы будете больше памяти потреблять но меньше с диска читать и как обычно все это настраивается через все мониторится через table stats через gmx на уровне конфигурации явного лимита нет вы можете только неявно это контролировать через размер чанка добавляем нашу табличку и наконец последний этап это page cache кассандра рассчитывает на то что файлы будут кэшироваться файлы с данными будут кэшироваться в операционной системе и это один из основных механизмов кэширования для данных в кассандре и старая таблица после компакшена она просит кэш выкинуть используя нативный код рекомендация здесь как можно больше памяти используйте свободный под page cache разумеется не больше чем ваш живой набор данных и чтобы это мониторить есть ту уровень операционной системы и есть полезная туа которая вам поможет посмотреть какие именно файлики в каком проценте загружены в память добавляем нашу табличку и на самом деле мы подходим к саморе кассандра память это далеко не хип как вы уже могли убедиться и потребление памяти в кассандре зависит от многих факторов какую конфигурацию вы задали что у вас в схеме сколько данных вы на дист сохранили даже от того какая активность у вас происходит по сети и потребление кассандре памяти улучшается так что пробуйте новые версии и некоторые техники которые мы рассмотрели они могут быть полезны и вам даже если вы не пишете базу данных rate limiting использование кофеина bloom фильтров все это может быть полезно и вам поэтому на самом деле конец но не совсем конец потому что мы не рассмотрели еще все структуры данных так что тут есть еще о чем поговорить спасибо за внимание